Дорогие друзья, уважаемые зрители, слушатели и подписчики канала Политека, приветствую всех вас. Меня зовут Вадим Герасимович, мой сегодняшний собеседник, военный эксперт Олег Жданов. Олег Владимирович, здравствуйте, рад вас видеть. Здравствуйте, взаимно. Олег Владимирович, этой ночью неизвестный беспилотник атаковал небоскреб в Москве, в тот же самый, что и позавчера, речь идет о Москва-Сити. Я напомню, что в здании расположены офисы трех российских министерств. Скажите, пожалуйста, каким беспилотникам все же, кто и откуда мог атаковать этот объект уже во второй раз, и почему кошмарит именно Москва-Сити? Ну, смотрите, давайте начнем с конца. Москва-Сити — это же изюминка Москвы. Вот ее когда построили, я не знаю, закончили они или нет, там же четыре башни должны были быть. Северная, южная, восточная, западная. Туда провели метро, туда провели городскую электричку. Там рядом Москва-Река. То есть это такое, я бы сказал, они вложили туда денег намного больше, чем было необходимо. В плане того, что по техническому оснащению Москва-Сити, ну, я бы так сказал, они тянули на класс люкс бизнес-центра. Я просто по работе, по своей, в 2008 году мы даже хотели, когда-то собирались ехать туда по изучению опыта. Вот. Какие системы применялись там, как построена сама там логистика и все прочее. Вот. По своей вот... Поехали, не изучили вопрос? Нет, мы не даем. Мы поехали в Варшаву. Предпочли изучать опыт Польши в плане... Скажу так, что там вложено денег по классу люкс, ну, и, в принципе, я не знаю, насколько оно экономически оправданно, но, тем не менее. Так вот, именно поэтому, то, что это изюминка Москвы, и они и так этим Москва-Сити гордятся, они его везде включили в рекламу, пропаганда это распиарила, вот. И тут уже вторую ночь подряд попадают дроны. Вот теперь про дроны. Ну, скажу так, что дроны, на мой взгляд, небольшие, судя по тем взрывам, которые происходят, это не осколки. Как заявляет российская пропаганда, уж мы-то с вами за больше, чем полтора года войны мы четко отличаем, когда падают осколки дроны и когда падает сам дрон. И взрывается, реально взрывается. Вот, поэтому по тем видео, которые там демонстрируют, там были взрывы. Да, этот дрон мог быть сбитым с пути станцией радиоэлектронной борьбы. Мог, но, судя по тому, что вторую ночь в одну и ту же башню, значит, они туда и летели. То есть, никакого РЭБа никто их не отворачивал от тех координат, которые были введены. Единственное, что размерность дрона, размерность взрывчатки, которую он несет, может говорить о том, что его пускали где-то недалеко. Вот, вспомните версию, когда были по зданию, как она у них называется сейчас, палата, сенатская палата, да. По-моему, так. А раньше это было здание Верховного Совета Советского Союза. Вот, там то же самое. Говорили, что вообще в пределах Москвы находилась где-то стартовая площадка этих дронов. Вот, поэтому я бы сказал так, что мы тут вообще можем быть непричастны. То, что они на нас валят, это понятно. И на нас вешают всех собак. Ну, кто? У них во всем виновата Украина. Курс доллара, курс рубля падает Украина. Там еще кто-то что-то делает. Тоже все, Украина виновата. Так что, вот, в этом плане я даже абсолютно не удивлюсь. А с другой стороны, мне, допустим, в голову приходит воспоминание Каширского шоссе. Помните? А сейчас, смотрите, очень элементарно просто. Я вам сейчас разложу ситуацию на реальных примерах. Взрывы домов на Каширском шоссе помогли создать общественное мнение. Знаменитая фраза Путина «Будем мочить в сортире». И начинается что? Вторая Чеченская война. Сейчас Москва-Сити обстреливают. Кто виноват? Ага, виноваты хохлы. Украина. Укронацисты. Что надо сделать? Надо объявить всеобщую мобилизацию. Или вторую волну мобилизации, например. А в это же время, вы знаете, что Росгвардия, допустим, вчера проводила учение по придушению протестов, мобилизованных и членовых семей. Нормальная тема учения? К чему бы это вдруг Росгвардия мобилизован? Пускай рвейд, на минуточку. А перед этим еще, когда они приняли вот крайнюю поправку в закон о мобилизации Госдума, что возраст призывной, закон о воинской службе они приняли, что призывной возраст с 18 до 30. То есть они хотели поднять планку, но они хотели поднять и нижнюю планку. Они ее не подняли. И сейчас, когда голосовали за этот закон, там один депутат вышел на трибуну и сказал, ребята, так извините, но эта поправка попахивает большой войной. То есть мобилизация. Причем мобилизация довольно больших масштабов. Так что вот вам альтернативный вариант. Причем здесь Украина. Ну Украина, понятно, мы при том, что они на нас напали и они хотят нас захватить. Для того, чтобы это оправдать, надо что создать? Общественное мнение. Как его создать? Надо наносить удары по какому-то значимому объекту, которым гордится вся страна. Для того, чтобы создать общественное мнение, что да, надо идти воевать, надо защищать. То есть вы думаете, что будут и в дальнейшем наносить удары по Москва-Сити? Я не исключаю. И, кстати, не только по Москва-Сити могут еще по чем-то. Но здесь просто, знаете, здесь именно идеологически Москва-Сити – это больное место, на удары по которому отреагирует каждый россиян. Потому что она распиарена, как жемчужина Москвы. Понимаете, одно дело там по Министерству обороны, даже по Кремлю, видите, не так сработало, как они бы хотели. А вот Москва-Сити будет, которой все гордятся россияне. Вот здесь я думаю, что да. Москвичи, кстати, жалуются, что не работает сигнал воздушной тревоги. Как вы думаете, почему этот сигнал, вот этот гудок, хорошо известный всем нам, не включают в российской столице? Два варианта. Вариант первый – они, те, кто организовывает эти атаки, умышленно не включают сигналы воздушной тревоги, чтобы не создавать панику на улицах. А второй вариант – система ПВО не видит эти дроны. Просто не видит. Те системы, кстати, те системы, которые они поставили на крыше, это вообще маразм, потому что ни одна система ПВО не видит, ну, во всяком случае, панцирь не видит ниже горизонта. И дрон может спокойно идти между высотками или прикрываясь теми же домами и попадать в цель. Проложите правильно маршрут дрону, главное, чтобы он не терял из виду спутники, и он между домами пролетит, не задевая никого, и попадет туда, куда надо. Но мне первый вариант мне нравится больше, что это одни и те же люди, которые должны… Смотрите, знаете, как говорят, история повторяется дважды, да, сначала в виде трагедии, потом в виде фарса. Так вот, когда была история с Каширским шоссе, с взрывом 10 домов, это была трагедия. А сегодня это фарс, когда они хотят гибридным способом, так, чтобы и воздушную тревогу не объявлять, чтобы не было паники, чтобы Москва не разбежалась окончательно. И при этом надо достичь результата в создании общественного мнения. Короче говоря, мы с вами пришли к такому мнению, что это не мы, это они, это не сами себя. Зачем и почему, вы объясните. Да, я предполагаю, что это внутренняя версия, но направленная на подъем, патриотический подъем через террор. Олег Владимирович, давайте обсудим, проанализируем ситуацию, которая нынче складывается на фронтах. Наш генштаб сообщил о более чем 40 боестолкновениях за минувшие сутки. Окупанты контратаковали в районе недавно освобожденного Старомайорского на Бердянском направлении, пытаясь вернуть утраченные позиции. Помимо этого, ожесточенные бои идут за Маринку и соседнюю Победу, а также за Берестово и Новоселовское на Куганском направлении. Вот ваш анализ происходящего. Ну, мы немножко застопорились, скажу так. Это общий вывод по всей линии фронта. И опять же, качели продолжаются, только немножко качели поменялись в другую сторону. Но если раньше мы атаковали на Запорожье, а не атаковали на Сватовском участке фронта, то теперь наоборот. Мы на Сватовском атаковали и практически, кстати, выровняли ситуацию, не только стабилизировали фронт, но и выровняли ситуацию тем, что вернули почти все захваченное расшистами территорию. А на Запорожском направлении мы немножко застопорились, получили контратаки. Даже вот в некоторых местах нам пришлось отступить в районе того же Работиного, по-моему, мы отошли там. А, не, Вербове. Вот, на этом рубеже были серьезные контратаки. И сейчас ситуация такая, я бы сказал, немного патовая в том плане на Запорожье, что мы перегруппироваемся, пока не можем наступать. А противник, ему нечем перегруппироваться, поэтому он исчерпал возможности наступательные на этих участках. И он здесь старается закрепиться и перейти в глухую оборону. Вот это, если так, в общем, не детализируя по участкам, примерно вот такая картина на сегодняшний день. Кстати, Бахмутское направление, давайте тоже сразу вспомним, что очень важное, там то же самое. Там мы имеем успех, но мы продвигаемся между населенными пунктами. Вот этот рубеж Андреевка-Курдюмовка, он стал камнем преткновения. Мы даже между населенными пунктами продвигаемся там на 100-200 метров, постепенно проходим. Но эти населенные пункты, все три, они держат любую цену. Они просто туда завозят личный состав, там непрерывно работает российская артиллерия, но они их не сдают. Почему? Потому что сдача любого из этих населенных пунктов, если мы их освобождаем, она открывает дорогу на Опытное и дальше на Солидар. А за Опытным сразу же перекресток дорог. Это же главная трасса снабжения всей группировки, которая находится в Бахмуте и севернее Бахмута. Там развилка дорог на Дебальцево и на Горловку. Если мы ее перерезаем, все, они это прекрасно понимают. И тогда падет сам Бахмут. А Бахмут для них, опять же, это символ, который они сделали. Символ победы и доблести российской армии, которую они создали, когда вагнеровцы пытались его захватить. По поводу Горловки, кстати, есть информация. Председатель так называемой ДНР, Денис Пушилин, сообщил о том, что вооруженные силы Украины осуществляют наступательные действия в районе Майорска под Горловкой. Пока что официальной информации с украинской стороны не поступало. Вполне может быть. Смотрите, я так понимаю, что сейчас, что мы сделали? Мы провели перегруппировку, мы усилили те подразделения и части, которые ввели наступательные действия, и мы расширили линию фронта. У нас получается, кроме Купинского и Лиманского направления, ну еще надо вычленить участок фронта Авдеевское и Маринское направления. Вот четыре направления, где мы стоим в глухой обороне, Купинск, Лиман, Авдеевка, Маринка, все остальные участки фронта, это большая половина, мы проводим атакующие действия. Поэтому вполне возможно, что мы начали атакующие действия в районе Майорска. Ну пока об этом у нас никакой информации нет, это если верить российским пабликам. Но тактика, на мой взгляд, на сегодняшний день тактика вот этих мелких ударов, тактических ударов, с целью проверки и размягчения обороны противника. И где будет успех, туда, там мы и будем его стараться развивать. Сейчас, вот кстати, там журнал Time написал, буквально вчера появилась статья, The Time, где они три направления главного удара. То есть, я так понимаю, что сейчас нету окончательного решения по вопросу, где же будет нанесен главный удар силами обороны Украины. И вот они там предположили на Донецк, точнее через Бахмут с поворотом на Донецк, на юг, через Волноваху на Мариуполь и через Мелитополь на Бердятск. Вот три они, три варианта предположили, вот, где может быть. Поэтому вполне возможно, что вот этот весь участок фронта, кроме четырех направлений, которые я перечислил, там вполне возможно наши войска проводят атакующие действия. А другое британское издание, если меня память не изменяет, Daily Express писало о том, что в Великобритании в одном из графств... А, да, Daily Express написало по поводу спецназа для Крыма. Ну, я вам скажу, что в Британии довольно хороший спецназ, довольно сильный. И если они действительно... Причем, причем британский спецназ имеет опыт еще и атак с моря. То есть, это как раз их тематика. И если они действительно начали подготовку нашего спецназа для проведения комплексной операции с воздуха, с моря и суши, для ведения организации ведения боевых действий на полуострове, в украинском Крыму, то, в принципе, ну, как бы это совпадает, это ложится в общую канву всех наших планов. У нас сегодня разговоры идут о том, что кто-то говорит, что Рождество в Крыму будем встречать, кто-то говорит, что в октябре будем мы в Крыму, зайдем в Крым. Ну, я бы в данном случае взял бы за основу версию генерала Буданова. Он стал, кстати, более такой осторожный своих. Он сказал скоро. Скоро это может быть и к первому сентября, а скоро это может быть и к 25 декабря. Может быть и к первому января. Ну, скоро. Ранее Буданов говорил о том, что лето мы сможем провести в Крыму, а на календаре уже сегодня первое. А сегодня уже первое сентября, первое августа, да. И фактически остается 31 день до конца лета, календарного лета. Ну, не всегда, видите, прогнозы делают неблагодарные. Единственное, что таким должностным лицам давать такие прогнозы, ну, было бы, надо, мне кажется, быть более осторожным. Ну, потому что мы с вами эти прогнозы фиксируем, запоминаем. Не только мы с вами. Понимаете, что на такой должности эти прогнозы ложатся в основу аналитики, там, любой аналитики. Когда главный разведчик страны говорит, мы же понимаем, что он знает намного больше, чем мы. Понимаете, это человек, который обладает определенным пулом информации, которая дает ему основания говорить такие вещи. Олег Иванович, ну, не забывайте, туман войны никто не отменял. Да, это точно. Министерство обороны России сообщило о том, что Украина морскими дронами атаковала Черноморский флот России. Утверждаются, что хотели уничтожить патрульные корабли Сергей Котов и Василий Быков, а атаки безэкипажными катерами были отражены. Никаких доказательств Министерства обороны России не обнародовало. Но за последние несколько недель мы уже привыкли к тому, что что-то вот в Крыму происходит. Постоянно российские оккупанты жалуются, что вот кошмарят их беспилотники. И вот сегодня появилась информация о попытках атаковать флот. Ну, вполне возможно. Я так думаю, что эти попытки будут... Помните, когда мы так... В Севастопольская бухта у нас был такой... Да, это был удачный заход, кстати. Потом было такой более-менее удачный, когда мы повредили разведывательный корабль. Кстати, недалеко от пролива Босфор. То есть, где Босфора и куда дрон смог-то... Сейчас, кстати, тоже они 340 километров южнее Керчи были, по-моему. Или Феодосии. Ну, южнее Крыма, будем так говорить. Точнее, Севастополя. И дроны достали. Не знаю, насколько успешно. Судя по тому, что у нас тишина в эфире. И только заявление Министерства Российской Федерации обороны. То, видимо, атака не совсем была удачной. Если она действительно была. Ну, я скажу так. Очень тяжело. Надводные дроны, все-таки, они более заметные. И с ними, видите, есть возможность бороться огневыми средствами, которые находятся на этих кораблях. Средствами ближнего боя. Что они делают. Поэтому тут есть определенные трудности. Но сам факт, что мы начинаем кошмарить. И если это станет регулярным. Или с такой определенной периодичностью. То это очень хорошо. Чтобы эскадра не могла найти себе покоя в акватории Черного моря. Я имею в виду Черноморская эскадра Российского флота. Вот это было бы очень хорошо. И вот эти боны, которыми они там мост обложили со всех сторон. С сетками надводными, с сетками подводными. На понтонах, вот они там обтягивают. Но скажу, что это тоже не спасет. Значит, мы будем искать еще какой-то способ. Ну, кстати, смотрите, у нас как раз примерно осталось. Первая операция по мосту была взрыв на мосту грузовика. И это уже как бы, уже тут мы не гадаем. Есть подтверждение у нас. Глава СБУ Василий Малюк об этом сказал. Второй удар по мосту был с воды. Один можно считать, что на мосту. Второй был с воды, повреждение опоры. Остается третий удар ракетный. И тогда действительно боны не помогут. Но смотрите, если про Чангарский мост вспомнили, то про Крымский, возможно, чуть подзабыли. Нет, я не думаю, что подзабыли Крымский мост. Тем более после заявления президента Зеленского. Это теперь цель номер один. Помните же, да, он сказал, что пока можно, воспользуйтесь. Единственное, тут вопрос подготовки. Вопрос подготовки самой операции, самого удара. А может быть, может быть, все упирается в наличие огневых средств. А вы верите вот в эту такую, знаете, конспирологическую теорию? Хотя почему эта теория мы уже многократно слышали от наших западных партнеров и союзников. Кстати, отдельно, и пользуясь случаем, мы должны поблагодарить за помощь и поддержку, которую они предоставляют украинской армии. Так вот, существует ли все же перечень объектов, которые, по мнению западников, они неприкосновенные, и мы не имеем права наносить удары? Нет, я думаю, что вряд ли. Все, что касается Украины и границ Украины, я думаю, что вряд ли оно имеет какой-то запрет. Если бы был запрет, не было бы удара по Крымскому мосту, если бы был. Почему? Потому что, вы знаете, там есть особенности строительные. Мост не имеет опоры, он же не опирается на твердые грунты. И говорят, что его содержание стоит баснословных денег в плане того, что Керчь – это сейсмичная зона, где постоянно происходят подземные толчки, причем иногда сила толчков достигает 3-4 балла, и этот мост фактически висит в воздухе. Поэтому я не знаю, кто потянет его содержание, кто потянет его обслуживание. Плюс этот мост очень редко срезал тоннажность судов, которые проходят через Керченский пролив своей высотой. Там 36 метров высота пролета, и, соответственно, пришлось нам до начала этого вторжения нам же пришлось резко уменьшить тоннажность судов, которые шли в наши порты на Азовском море. Плюс вот эти центральные опоры, которые держат основной пролет моста, они сузили Керченский пролив и изменили течение. И на сегодняшний день, как говорят океанологи или специалисты, что течение увеличилось почти в два раза, до 8 миль в час скорость воды в порваторе, то есть сложность прохождения, именно из-за того, что стали вот эти препятствия. Так что там проблем с этим мостом намного больше, чем без моста. Так что я думаю, тем более, видите, как уже даже четко, уже вот последняя атака дронами четко даже обозначила, между какими опорами проходит государственная граница Украины. 145-я опора – это Украина, а 146-я опора – это уже Российская Федерация. Так что мы даже знаем, с какого места надо начать обрушение. Да, мы даже знаем, где там дельфины водятся. Олег Владимирович, давайте обратим внимание и проанализируем информацию, которую в своем телеграм-канале опубликовал известный политолог и политтехнолог Абас Галямов. Он пишет о том, что военные эксперты известной корпорации РЕНД выпустили доклад, в котором рассуждают о возможности прорыва украинцами фронта в духе того, что союзники организовали в 1944 году в Нормандии. Там ведь он тоже случился не сразу, а по итогам полутора месяцев позиционных боев. Не являясь специалистом военной области, пишет Галямов, не буду пытаться пересказать написанное целиком, отмечу только две вещи. Во-первых, похоже, что пушечного мяса российским генералам реально не хватает, а значит, есть шанс, что новая волна мобилизации все-таки случится, хотя она как бы и не прекращалась. Во-вторых, наиболее плотная оборона у россиян не на юге, а под Бахмутом. Прочитав это, Галямов вспомнил, что после взятия города Вагнером и передачи его под контроль Министерства обороны, Галямов говорил, что Прибожин вручил Шойгу то, что в английской традиции называется white elephant. Это такой дорогостоящий, бесполезный подарок, который ты не знаешь, куда пристроить. Очевидно ведь, что Шойгу с Герасимовом теперь могут позволить себе отступить откуда угодно, но не из-под Бахмута. Сдать город столь демонстративный и с пафосом взятый Пригожиным, это значит потерпеть от повара окончательное поражение. Представляете, как оттопчется хозяин Вагнера по поводу того, что мы, дескать, города берем, а они их только сдавать умеют. Написав это, я предположил, что Министерство обороны теперь будет снимать части с других участков фронта и перебрасывать их под Бахмут. Похоже, что именно это и произошло. Вот разделяете такое мнение? Да, разделяю. В принципе, он описал то, что мы с вами обсуждали раньше. Помните, я вам говорил, что на Запорожском направлении мы проводим операцию, аналогичную Херсонской, когда мы на правом берегу, только в большем масштабе и с своими особенностями. Особенность состоит в том, что мы, кроме того, что мы утюжим логистику у российских войск, мы еще и поджимаем передний край, то есть мы проводим наступательные действия. На Херсонском направлении мы в основном вели позиционную войну и уничтожали логистику. Но с Бахмутом он абсолютно правильно и довольно точно все описал. И я думаю, что Пригожин только потирает руки, когда он сможет просто в пыль растереть Герасимова и Шойгу. Дело в том, что если мы освобождаем Бахмут, то уже у Путина не будет аргументов, чтобы эти два персонажа остались на своих должностях. Вот в чем. Для них это да. Но, кстати, скажу еще, даже добавлю, что сегодня, кстати, ради Бахмута Герасимов четыре части снял. Два полка десантных, танковый полк и бригаду мотострелковую. Снял из сострадовского направления. С самой боеспособной группировки вытянули, а извините, эти четыре части, это примерно где-то плюс-минус восемь тысяч. С танками, с бронетехникой они перетянули именно на Бахмут. Один пошел на Абдеевское, по-моему, или Маринское направление, а три пошли на Бахмутское направление. А сегодня уже неоткуда снимать войска. Уже особо и не покидаешься. Пятую армию они ввели, все там. У них одна бригада в запасе, пятая армия. Ну, одна бригада, это, дай бог, и дырки успеть закрыть на этом самом, на Угледар, ну, она не на Угледар, на этом, на Бердянском направлении. В направлении, там, Пологи. Так что там особо резервов-то больше нету. Так что сколько еще продержатся две десантных дивизии и там сборная солянка, которую они нагнали под Бахмут, это такой вопрос риторический. И мы никуда не спешим, мы, если можем, мы продвигаемся, если не можем, мы подтягиваем артиллерию и просто наносим огневое поражение, фактически перемалывая эту машину. А на ваш взгляд, скажите, пожалуйста, вот масштабные прорывы со стороны украинской армии, возможно, как это было на Харьковском участке, на Херсонском направлении в прошлом году? Нет, будет выглядеть по-другому, будет маленький прорыв. Надо сейчас обеспечить небольшой прорыв. Как только он появится, тогда и дальше будет понятно, что мы сможем развивать наступление, вот тогда в этот маленький прорыв и пойдут основные силы. А так какого-то там большого массивного прорыва на сегодняшний день вряд ли будет. Видите, что делают? Вот наши войска сейчас, допустим, в районе Вербовое мы вышли на линию обороны, так называемую линию Суровикина, обороны противника. Сейчас мы пытаемся выдвинуться еще как минимум на двух направлениях вплотную. Мы хотим создать где-то примерно полосу, ну хотя бы километров сто, где мы будем стоять лицом к лицу первой линии обороны врага. Вот. И тогда атакующие действия на таком широком фронте дадут результат в плане того, что где-то проявятся наиболее слабые места. И вот здесь, вот тогда будет ввод в бой основных сил, и тогда будет прорыв. Давайте обратим внимание на сводку британской разведки. Пишут они о происходящем на юге. Утверждают, что украинская армия наступает на юге в двух секторах. На Белитопольском направлении украинской армии противостоит 58-я войсковая армия. Ее передовые отряды страдают от усталости вследствие отсутствия ротации и общего истощения боевых возможностей. Они участвуют в ожесточенных боях уже 8 недель. На Бердянском направлении украинским бойцам противостоит сборная солянки из подразделений восточного и южного военных округов, что создает проблемы в координации между ними. Части 5-й общевойсковой армии находятся под особо сильным давлением и также страдают от отсутствия ротации. На всем Южном фронте российские войска страдают от нехваток достаточного запаса боеприпасов. Вспоминаем мы Пригоза, на Шайгу, Герасим, где на боеприпасах. И пишут также о недостатках резервов. То есть истощены и нечем воевать. Ну вот это как раз наступает тот критический момент, когда тыл не успевает обеспечивать потребности фронта. И чем больше этот разрыв будет происходить, тем у нас больше шансов размягчить в каком-то месте оборону и начать организовать прорыв этой обороны. Вот, кстати, смотрите, даже тот же Ченгарский мост. Фактически мы перерезали одну из двух главных артерий по снабжению вот этого Запорожского фронта. И да, мост повредили не так сильно. Многие там кричат, нет обрушения пролетов, там мост не разрушен. Я вам скажу так, что неважно. Сегодня поезда не могут идти по этому мосту. Даже если понадобится им месяц, за месяц они смогут его восстановить, но этот месяц будет упущен. Грузовиками, фурами не навозишь столько боеприпасов, имущества, еды, воды и горюче-смазочных материалов для обеспечения фронта. Вот в чем дело. Мы создаем дефицит материальных запасов для организации ведения боевых действий. Это самое главное. Вот таким вот образом мы разрушаем логистику российских войск. Так что тут все мы правильно делаем и только надо набраться терпения и не подгонять наши войска. Они сами все найдут, сами все разберутся. Хорошо. А тогда как вот это, то, о чем вы говорите, оно коррелируется с мнением аналитиков Financial Times, которые пишут о том, что Путин не только не пытается поскорее закончить войну в Украине, но и готовятся к боям еще больших масштабов, делают такой вывод из новых законов, которые ужесточают порядок мобилизации, позволяющих России направить на войну еще сотни тысяч своих граждан. И вы вспоминали депутата Госдумы. Это был Андрей Картополов. Сказал он следующее. Эти поправки написаны для большой войны и всеобщей мобилизации. И запах этой большой войны уже чувствуется. Про все правильно. Дело в том, что Путин живет немного оторванным, ну, если мягко сказано, немного оторванным в своем иллюзорном мире. И Путин готовит, действительно Путин готовит. Вот посмотрите, все поступки Путина направлены на то, чтобы подготовить общество к большой длительной войне. Конте, мы говорили, я вам говорил, что он пытается натянуть на глобус этой войны, он пытается натянуть великого отечественного. Типа, вставай, страна огромная. Так вот, они примерно подошли к этой черте. Так что в ближайшее время, в ближайшие месяц-два, если все будет сохраняться, вот этот статус-кво, в плане и ситуации на фронте, и в плане ситуации в Российской Федерации, даже не столько в Российской, сколько в политикуме, в плане санкционной политики и так далее, то мы услышим с вами либо вторую волну, либо всеобщую мобилизацию в Российской Федерации. С призывом, вставай, страна огромная, идем спасать Россию. Как они это любят делать. Путин именно на это и рассчитывает. Он думает, что своим бесконечным, образно говоря, бесконечным ресурсом, ну как минимум 15-17 миллионов оценивается моб-ресурс России западными специалистами. Шойго, вообще сказал, 25 миллионов могут поставить под ружье. Ну с чем они поставят их, с черенками для лопаты или с граблями, непонятно. Но тем не менее, они надеются на то, что они сейчас объявят, допустим, вторую волну мобилизации, и Запад дрогнет и скажет, нет, все, Путин же сам, Путин же первый сказал, хотите это самое, мы начинаем войну на истощение. На что Байден, помните, ответил, хотите с нами повоевать, попробуйте. Попробуйте. Да, вот вам ответ на все вопросы, все правильно сказано и все правильно сделано. И вся риторика или все шаги, любые шаги, любые поступки внутри Российской Федерации направлены именно на введение войны в длительном периоде, масштабной войны на долгое время. Давайте также обратим внимание на выводы Института изучения войны. Они пишут о том, что Министерство обороны России готовится разгромить движение волонтеров, которое помогает российской армии. Зе-блогер Владимир Романов утверждает, что власти планируют ввести в сентябре правила для волонтеров, составлять письма с просьбами о подразделении перечень того, что передали, обяжут платить налоги за те товары, которые передали. И говорит о том, что без волонтера вообще очень сложно. Российская военная Херсонская область ходит в атаку без сапог. Вот разгром волонтерского движения, как это можно прокомментировать? Дело в том, что империя не предусматривает вмешательства. Они боятся, что те, кто... Понимаете как? Кто платит, тот и заказывает музыку. Вот по этому принципу. И в тоталитарном режиме они не могут допустить посторонних лиц, чтобы потом не потерять управление этими войсками. Вот такая боязнь у них есть постоянно. Поэтому легче... Пусть они ходят без сапог, без бронежилетов, с казками советскими, в стальных шлемах, не с казками современными на голове, а в стальных шлемах образца 1955 года. Это устраивает империю, это устраивает военное командование. Но когда приезжают волонтеры и начинают что-то там давать, какие-то вкусняшки, у солдата начинают возникать вопросы. А почему это не дает армия? Это начинает брожение. Этого империя допустить не может. Поэтому они готовы. Кстати, есть какой-то... Вчера я нашел информацию, что на каком-то участке фронта приехали волонтеры. В результате, по-моему, употребления спиртных напитков этих волонтеров расстреляли. Российские же военные, которым они привезли гуманитар. Отблагодарили, что называется. Да, да. Что называется, отблагодарили. Вот такое это военкоры там сообщали. Российские, что как же так. Народ там вез, собирал копейки, а тут вот так поступили с ними некрасиво. А вот по поводу брожения, только с нашей стороны. Народный депутат Украины Алексей Гончаренко сообщил о том, что министра обороны Украины Алексея Резникова могут уволить с должности министра обороны Украины и назначить послом. Как вы думаете, в какую страну? Наверное, в Соединенные Штаты? Нет, в Великобританию. В офисе президента, пишет Гончаренко, уже давно думают снять Резникова с поста главы Министерства обороны и поставить вместо него. Как вы думаете, кого? Ну вот я почему сказал США, я думаю, Маркарова там фамилия звучала. Нет, министром обороны Украины. Да. Они хотят поставить Буданова. То есть мы опять возвращаемся. Вот те разговоры, которые были зимой прошлого года. Резникова... Ну так, подождите, Буданова надо либо законодательство менять, либо надо Буданова увольнять. У нас закон не предусматривает военно-вое... Гражданская должность, гражданское министерство. О чем мы говорим? Балакал и балакал, и силой заплакал. Что же у нас такое? Неужели нельзя найти менеджер? Там нужен менеджер. Там не нужен военный человек, который там равняет смирно сто и раз-два. Нет, там нужен менеджер, который будет заниматься вопросами обеспечения популяризации и армии. Они будут и политическими вопросами, они будут заниматься чем-то другим. Ну, то, что Резников на сегодняшний день уже настолько, на мой взгляд, скомпрометировал себя в этих скандалах коррупционных, с его этими такими заявлениями на уровне детских слов, что, а я же не знал, когда там яйца по 17... А, подождите, а сейчас что же вы делаете, если вы не знаете, что у вас в министерстве творится? Тут, конечно же, на мой взгляд, уже давно надо было решать эту кадровую проблему и менять министра обороны на сегодняшний день. Но еще раз говорю, опять возвращаться к военным, я считаю, что не имеет смысла. Только сейчас начали, разделили полномочия. Главком управляет войсками, главком планирует, организовывает, ведет войну. Поэтому министр обороны должен заниматься обеспечением армии для того, чтобы она успешно вела. Ну, короче, он должен договариваться. То, чем занимался Резниковым, там, постоянные встречи с Остином, Рамштайн. То есть, как это происходит? То есть, заложник говорит Резникову, мне надо вот это, вот это, вот это, Резникова обеспечь. Правильно, абсолютно правильно. Есть какие-то моменты, где, допустим, военная ветка работает напрямую. В плане согласования. А вот, допустим, наш генерал заложный Смилли поговорил по телефону. Они решили какие-то нюансы военные. Задача Резникову в этом случае обеспечить доставку, своевременную доставку этого всего. То есть, логистика – это Министерство обороны. Согласование, допустим, видов вооружения – это главнокомандующий вооруженных сил. Все, закон, ну блин, мы столько лет боролись, чтобы разделить, чтобы уйти от этого министра от два, в фуражке и орденах до пояса. Ну, и теперь мы хотим вернуться на круги своя. Ну, а Буданов в роли министра обороны, вот такая вам перспектива. Ну, я не думаю, что, ну, я не знаю, как бы лично Буданова, ну, судя по его, может быть, он там в разведке и на своем месте. Ну, опять же говорю, здесь нужен кризис-менеджер. Я не думаю, что Буданов у нас такой универсальный солдат, в хорошем смысле этого слова, что он способен выполнять любые задачи, гражданские, военные, боевые, небоевые. Вот так вот. Надо искать хорошего менеджера, причем кризисного менеджера, который в таких вот обстановках будет организовывать процессы логистики. Чем будет заниматься Буданов? Будет встречаться, созваниваться с Остином, ездить на Рамштайн. Ну, вы понимаете, мы с вами видим, Вадим, мы видим с вами вершину айсберга, даже не всю. Почему? Потому что, ну, как бы там довольно сложный механизм, там целое министерство, там куча департаментов. Там, начиная от закупок, департамент закупок, все это в министерство, а департамент, допустим, утилизации, все это из министерства. Сегодня это тоже не самый последний вопрос, потому что куча техники, которая не подлежит восстановлению, ее надо утилизировать. Вот, там надо учитывать баланс. Там, ну, там сложнейший механизм, который надо организовывать, чтобы он работал. А вот это, то, что мы видим в кадре на страницах газет или в кадре телевизора, это та часть, которую нам открывает. Это вершина айсберга, причем самая-самая маленькая. Ну, я с вами согласен, мы видим только верхушку, но вот так, все максимально упрощается. Ну, вот, кстати, я хочу... Буданов будет заниматься кубками яиц, ну... Нет, смотрите, почему... Да, вот, Буданов и закупка яиц, это как-то, ну, никак не вяжется. Мы его привыкли видеть совсем в другом амплуа, когда он нам рассказывает про спецоперации, которые проводит ГУР, про ту развединформацию, которую добывает ГУР, но он озвучивает то, что он может озвучить. Вот, и тут мы выходим, и нам, ГУР, нам начинает рассказывать, как они купили воду по ниже рыночной цены для солдат, там, как они купили топливо, вот, для вооруженных сил, или как они организовали ремонт леопардов или немецкой бронетехники на территории Украины. Вот с рейнс-металом сейчас надо решать этот вопрос крайне быстро, потому что, ну, в Польшу возить все-таки далековато леопарды, поврежденные в бою. Вот, так что, нет. Я вот, кстати, почему два раза не попал, потому что я видел информацию о том, что вроде как хотели Маркарову вернуть в Украину, и именно вот сначала разговоры шли о том, что назначить ее министром обороны, что вроде как она там и неплохо вписалась в американский истеблишмент, и вот такие, то есть, ну, она менеджер, хоть и финансист, но она все равно, она менеджер-управленница. Не знаю, я не хочу, я просто озвучил, видимо, видите, либо отстал от информации, она меняется очень быстро. Да, информация действительно очень быстро меняется. Еще хотел с вами обсудить то, о чем написало агентство Reuters. Китай на два года ограничивает экспорт дронов, чтобы не применялись они на войне. Минторговли Китая объявила введение с 1 сентября контроля над экспортом некоторых дронов, и связанного с ним оборудованием. В частности, вводятся ограничения на двигатели для дронов, лазеры, средства связи и системы защиты. Меры контроля также коснутся некоторых гражданских дронов. Почему Китай решил ограничить экспорт дронов именно сейчас, и почему на два года, почему не на три, не на четыре, не на пять лет? Ну, это показуха со стороны Китая. Показуха в чем? В том, что он как бы старается дистанцироваться от этой войны, и что он не вмешивает, наоборот, поддерживает имидж миротворца. Почему на два года? Потому что я думаю, что рассчитывают, что больше... Ну, это, наверное, крайний срок, который может, предполагается, точнее, в политикуме Китая, что может длиться конфронтация в нашем конфликте. На самом деле, скажу так, что это чистое замыливание глаз. Почему? Потому что долгосрочные контракты не будут разорваны. А Россия покупает те же самые Мавики, покупает на основе государственного контракта между Китаем и Россией. То есть контракт как был, так он и будет продолжаться. Это вот как, помните, санкции, да, эмбарго вводят на российскую, нет, но все долгосрочные контракты выполняются до их окончания. Так что это вполне, кстати, даже может быть таким своеобразной легендой прикрытия. Почему? Потому что Китай сейчас, скорее всего, будет поставлять боеприпасы России через Северную Корею. Ну, учитывая визит в Шойгу, конечно. Да, учитывая визит в Шойгу и учитывая то, что и у Китая, и у Северной Кореи есть боеприпасы советских калибров, которые подходят к российской артиллерии. И Северная Корея будет отдавать, допустим, со своих запасов, а Китай будет пополнять запасы Северной Кореи. Потому что мы знаем, что в Северной Корее сама там этих боеприпасов, если и производит, то очень мало, потому как все сырье завозное. Все завозное. А может быть и напрямую, и Шулон будет просто заходить в Северную Корею, а потом выезжать через этот, сколько у них там, по-моему, 100 километров границы, но при этом есть железнодорожная ветка. Вот, Северная Корея. Так что, а это там, внутри, там же, вы знаете, что вместе с Шойгу туда примчалась и китайская делегация. Там трехсторонняя была встреча. Просто о китайской делегации никто нигде не говорит и не упоминается. Аккуратно они сказали, но... Так потому что Северная Корея — это вотчина Китая. И без Китая там никто ничего, Ким Чен Ын этот несчастный, он никаких решений без Китая не принимает. Что скажут, то и пляшет. Вот. И если они договорились, то Китаю надо было сразу же изобразить какое-то миротворчество в плане того, что «не-не-не, мы в этом конфликте не участвуем». Вот вам и заявление. Мы на два года ограничим. Это ударит по нам. Это говорит о том, что они сейчас могут ограничить поставки этих дронов на внешний рынок в свободную розничную торговлю, оптовую розничную торговлю. И нашим волонтерам будет сложнее закупать эти дроны. А те дроны, которые будут идти по контракту, объем их будет увеличен за счет снижения объема рынка. И отправлен в Российскую Федерацию. Вот вам и соблюдение баланса. И внешне вроде как миротворцы, а в принципе делают все, чтобы поддержать Россию. А по поводу производства дронов, Министерство обороны заключило контракт, по-моему, с турецкой компанией. И Шмыгаль выступал относительно того, что пора налаживать. Смотрите, насчет дронов, вот то, что мы сколокнули общественным мнением, вот эту ситуацию, значит, то, что сказал Шмыгаль? Шмыгаль сказал, что вдруг нашлось 40 миллиардов гривен, которые они выделили на разработки и закупки дронов. Неужели отказались фильмы снимать и брусчатку в Киеве там? Да, да, да. Не, ну, брусчатка в Киеве там 5 миллиардов, Киевсовет выделил на вооруженные силы. Видите, оказывается, местные советы, имея свой бюджет, могут сами с ним распоряжаться и на их усмотрение. Либо в асфальт закатывать эти деньги, либо на помощь ВСУ передавать, либо купить для ВСУ то, что им надо. Они же знают госзакупки, они могут обратиться, и Министерство, вот, кстати, Министерство обороны вот здесь должно работать в полный рост и с местными советами для того, чтобы, допустим, распределить часть закупок на местные советы, чтобы они помогали, помогали быстрее закупать для вооруженных сил необходимое имущество, вот. И Шмагаль сказал, что 40 компаний подписали договора с правительством Украины на производство и разработку дронов. То есть, по идее, у нас сейчас дронов должно там сыпаться, как из рога изобилия, в том числе и наших отечественных. Я даже читал, что кто-то из аналитиков этого сегмента назвал перспективы Украины стать дроновой меркой, что у нас мы можем сейчас сделать прорыв, и у нас самые мощные разработки дронов в мире. Но только пока что армия продолжает испытывать дефицит в этих дронах. Вот в чем проблема. Вот это, да, вот это сказал Шмагаль. 40 миллиардов и 40 компаний. Как-то вот так вот у них, у него совпало, что это самое, вот такая цифра, что сейчас правительство этим, типа, начнет заниматься. Олег Владимирович, и в завершении нашего с вами разговора хотелось бы услышать ваше мнение относительно той сходки, которая планируется в Саудовской Аравии 5-6 августа. Около 30 стран представители соберутся, будут обсуждать урегулирование российско-украинской войны. Интересно само местопроведение, что это Саудовская Аравия, будут присутствовать Соединенные Штаты Америки, страны Европейского Союза. Турция, Бразилия отказались приглашать Российскую Федерацию, а президент Мексики сказал, ай-яй-яй, это очень плохо, Мексика бы поддержала, если бы вы пригласили Россию. Кстати, вот общался сегодня с российским оппозиционным политиком Геннадием Кутковым, и вот обиделся немножечко, что вот, ну не приглашают. Но с Путиным понятно, его не позовут. Но представители оппозиции могли бы позвать. Об этом тоже нужно поговорить. Нет смысла. Понимаете, все равно российский шовинизм присутствует, и особенно даже в оппозиционерах российских. Как бы они там обижались, не обижались. Это первое. А второе, они ни на что не влияют сегодня. Третье, вот я там смотрю на канале одного оппозиционера российского, популяризируется, что украинско-российская сборная по какому-то там виду спорта игровому одержала победу на юниорском там турнире в Европе. То есть они это популяризируют. Так что нет, я считаю, что правильно сделали, что представителей Российской Федерации нет вообще. Кстати, и Британия, Великобритания не участвует в этом. Анонсировали, что Британия будет. Ну, возможно, что-то... Пока, если они будут, то, в принципе, тогда... Ну, есть единственный нюанс, который вызывает опасения по поводу... Это хорошая инициатива, если они берут за основу наш мирный план. Вот тот, который озвучивал президент Зеленский. Если мирный план начинается с пункта полный вывод российских войск с нашей территории, все, тогда нет вопросов. Но главное, чтобы они не начали сейчас уговаривать, что давайте переходный период, там, временное управление, или там, как вот там звучат, давайте новые референдумы на спорных территориях. Какие спорные территории, о чем вы говорите? Какие референдумы? Просто еще знаете, что интересно? Соединенные Штаты Америки подтвердили свое участие в этом собрании. Уровень, статусность, кто будет представлять государство. То есть это будет на уровне Министерства иностранных дел, это будет на уровне каких-то уполномоченных представителей. Кто будет от Украины? Это может быть Ермак, это может быть Кулеба, может Резникова отправят. Ну, вообще, как бы у меня... Кулеба, да, я прекрасно понимаю, министр иностранных дел. Ермак, при чем здесь Ермак? Он глава Офиса Президента. Его задача обеспечивать жизнедеятельность президента. Что он может представить? Какова его должностная нагрузка? Ну, хорошо, он же постоянно общается с Салливаном. Но Салливан, это советник Байдена по вопросу национальной безопасности. Национальная безопасность и руководитель Офиса Президента, который призван обеспечить, как вы сказали, жизнедеятельность главы государства. Тогда давайте распустим Министерство иностранных дел. Содно сэкономим бюджетные деньги. Если они... Это их функционал. За что они тогда... Вопрос, за что тогда они получают зарплату? Хороший вопрос. Хороший вопрос, правда. Если у нас в лице одного человека сосредоточенный фактически функционал половины министерств, кабинета министров в Украине. Понятно, первое лицо, туда не поеду, в Салдонск. Нет, а первая встреча вряд ли. Скорее всего, они сейчас по идее... По идее, обычно такие встречи, когда готовятся, то итоговое комьюнике согласовывается вот сейчас. Накануне встречи. То есть, вот в рамке этого комьюнике, о чем оно будет. Конкретика там, может быть, прописывается чуть позже, но сейчас согласовывается именно формат этого комьюнике, который будет в качестве итогового документа на этом саммите. Если они договорятся... Ну, первая встреча 100% будет на уровне представителей или максимум, вы правильно сказали, министров иностранных дел. А уже если комьюнике будет согласовано и оно будет отражать общие интересы Украины и вот этого собрания, или стран, или как ее назвать, коалиция, или объединение стран, то тогда, да, тогда может быть продолжение. Если это будет удачный опыт, то может быть продолжение в плане встречи на высшем уровне. Но это будет уже... Уже будет совсем другая история, потому что, ну, такая встреча на высшем уровне, в таком формате, и если они берут за основу, что вывод войск... Для прекращения войны нужен именно стопроцентный вывод российских войск в нашей территории, то тогда, да, тогда можно рассчитывать, что это может дать какой-то результат. Кроме политических заявлений какой-то реальный результат может дать. Для формирования внятного понимания хорошо, встретятся в Саудовской Аравии, потом, возможно, еще будет какая-то встреча в Россию, приглашать не будут, а потом вот выкатят Путину. Выкатят ультиматум. Вот, кстати, обратите внимание, последние пакеты санкций, вот 11-й пакет санкций, который там ввел уже окончательно эмбарго, в принципе, каждый пакет это ультиматум. Сейчас, допустим, готовится, вы знаете, что готовит Европа, 12-й пакет, он уже практически согласован, и там будет конфискация российских активов. Начали с Центробанка. Активы Центробанка России все-таки будут конфискованы. Они договорились и разработали механизм. Турция, Турция, хотел сказать, а Венгрия скажет нет, и решения не будет. О, нет, Венгрия ничего не... Венгрия, да, я согласен, что Венгрия постоянно вставляет палки в колеса. Но поверьте, у Европейского Союза есть много рычагов, которые, если они начнут за них дергать, то Венгрии будет очень больно. Короче, пройдут ниточки дергать Орбана. Смотрите, сколько бы Венгрия не брыкалась, результат всегда одинаковый. Она голосует за то, что предлагает Европейский Союз. Сколько бы Венгрия в НАТО не вставляла в палки в колеса, Венгрия проголосовала. В том числе и за последнюю... на саммите за резолюцию, где Россию называют агрессором, и всем остальным. Так что, с одной стороны, Орбан, конечно, надувает щеки и очень сильно портит нам. Каждый раз кидает ложку дегтя в нашу бочку меда. Но, тем не менее, когда идет финальное, итоговое голосование, которое уже по принятию решения, Венгрия поднимает руку и голосует вместе со всеми. Ну и давайте также дождемся пакета военной помощи. Традиционно каждую неделю в Соединенных Штатах Америки Пентагон объявляет нам в очередном выделении того, что необходимо украинской армии. Это делается всегда к концу недели. Я думаю, что это неделя. Первая неделя августа не станет исключением. Мы посмотрим. Но, во всяком случае, неделя началась с другого пакета помощи. В понедельник мы получили 1,250,000,000,000 финансового вливания со стороны Соединенных Штатов. В бюджет Украины. Для поддержания бюджета Украины. Так что уже первый... Это можно сказать, это очень такой важный пакет помощи. Ну и да, будем надеяться, что к концу недели мы что-то услышим от наших партнеров в плане финансирования или поставок вооружений и техники. Очень на это надеемся. И в завершении Financial Times написал о том, что Штаты договорились с Болгарией и Южной Кореей о поставках Украине 155-миллиметровых боеприпасов. Также ведутся переговоры с Японией. Таким образом, Штаты стремятся увеличить объемы поставок критически важных для Украины боеприпасов для поддержки контрнаступления. В день, отмечается, Украина выпускает до 8 тысяч таких снарядов. Ну это очень здорово. И, кстати, как ни странно, маленькая Болгария оказалась огромным производителем боеприпасов и техники. Причем даже некоторые, они до сих пор производят некоторые советские образцы техники. Ну уже с модернизацией. И они раньше не светились, а сейчас, вот видите, их уже немножко подсвечивают Соединенные Штаты. Но они очень активно нам помогают в военном плане. Надо отдать болгарам должное и поблагодарить за это. Но они очень помогают. Ну а Южная Корея это индустриальный гигант. Если они возьмутся нам поставлять боеприпасы, это будет очень здорово. Ну что же, Олег Владимирович, будем совершать. Огромное вам спасибо за это достаточно насыщенное информативное интервью. Эфир хороший получился. Олег Жданов, военный эксперт, полковник вооруженных сил Украины запаса, был сегодня вместе с нами на политаке. Также благодарность. Всем нашим зрителям, слушателям и подписчикам. И также призываю всех подписаться на авторский YouTube-канал Олега Жданова. Всем всего доброго. До свидания. Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok